Те, кто к нам не присоединился, надеюсь, еще присоединиться в ближайшие несколько минут. Как говорится, 28 человек одного не ждут, поэтому начнем. Сегодня вебинар будем вести я, Калинчук Татьяна, координатор конкурсных программ, в том числе активно в Калине, и Анастасия Чепель, наш пиар-менеджер. Я расскажу немножко о том, как мы будем с вами готовить и в какие сроки финансовые и содержательные отчеты. Анастасия расскажет нам, как рассказывать о своем проекте. Настя, начнешь первый оттенок? Хорошо, тогда я передаю ей слово. Увидимся. Добрый день. Скажите мне, пожалуйста, меня слышно? Да, хорошо, прекрасно. Итак, мы сегодня с вами поговорим об информационном сопровождении проекта, о том, с чем мы будем сталкиваться с вами в процессе работы с вашими проектами, об информационных требованиях, которые необходимо выполнить для нашего грантодателя, и немножечко про информационный отчет. Это займет у нас не очень много времени. Все вопросы, которые у вас будут в нашей с вами беседы, вы можете задавать в чате, а если вам понадобится какая-то дополнительная информация, то вы можете мне написать. Мой электронный адрес уже есть у всех вас, потому что я приглашала вас на вебинар. Итак, что касается информационного сопровождения конкурса «Активное поколение». О чем мы с вами будем говорить? О требованиях к отчетности, о календарном плане, о событиях для освещения, немножечко коснемся работы в социальных сетях, о контенте, который нужен для фонда, и о мониторинге. Прежде чем мы вообще будем говорить о том, какие требования у вас есть к отчетности, я несколько минут хочу посвятить тому, зачем вообще информационное сопровождение вашего проекта необходимо. Дело в том, что когда мы с вами проект реализуем, то информационное сопровождение, как правило, западает по той простой причине, что у нас очень много работы, кроме того, чтобы постить фотографии в социальных сетях. Ну, это вот такое прям одно из часто слышимых мною утверждений. Я с ним могу согласиться с той точки зрения, что как проектный менеджер я понимаю, как полная нагрузка у вас всех, она огромная. Вы реализуете, как правило, не только один наш проект, но и какие-то свои. У вас есть требования к своим отчетностям, и это все понятно. Но для того, чтобы вообще мы с вами как организации появились в информационном поле, и для того, чтобы мы могли действительно подтвердить реализацию своего проекта не только человеку или организации, которая нам дает средства, но и вообще на будущее, и заявить о себе, и найти партнеров, нам нужно обязательно рассказывать о проекте. И вся наша информационная политика, она будет направлена не для того, чтобы дать вам еще немного работы, потому что вам ее маловато, а нам бы хотелось, чтобы вы там совсем все поумирали за компьютерами. Нет. Это ровно для того, чтобы вы в будущем могли показать результаты своего проекта, чтобы заинтересовать вашим проектом СМИ, чтобы заинтересовать партнеров, чтобы когда вы будете писать заявку на следующий грантовый конкурс, вы могли показать результаты, которые есть в социальных сетях, и для того, чтобы вы вообще могли сказать, да, мы не только на бумажке проект реализовали, но и вот, пожалуйста, мы о нем готовы отчитываться. Вообще, это очень хорошая практика рассказывать о проекте, пока вы его реализуете, хотя бы по чуть-чуть, хотя бы понемногу, не обязательно в газетах, можно в социальных сетях, можно на своем сайте, что вот деньги-то не зря уходят, и все хорошо и правильно происходит, потому что это повышает степень доверия людей к нам. Итак, зачем мы рассказываем? О том, чтобы дать понять, что наш проект действительно существует и грантодателю, и людям, и администрациям своим, и партнерам потенциальным, чтобы показать, что существуют программы поддержки, потому что очень часто люди, которые могли бы реализовать большие интересные проекты или важные инициативы, не знают о программах поддержки, и вы можете стать тем каналом коммуникации, который им покажет, что можно развивать свою территорию. Когда, например, вы делитесь этой информацией, или находите себе партнеров, или говорите о появившейся возможности вместе с вами что-то реализовать, вы свой проект расширяете, поэтому это прям вот такая миссия. Вы говорите, что появилась возможность в ваш проект включиться, это тоже могут быть партнеры, это могут быть спонсоры, это могут быть волонтеры, это могут быть другие организации, которые готовы с вами поработать. Это именно возможность для вас расширить зону влияния. Ну и для меня, как для человека, который читает социальные сети и читает новостные ленты, я всегда очень рада сама рассказывать о проектах и о ваших, о тех, которые вы реализуете, и о своих, которые я реализую, чтобы в информационном поле, которое нас окружало, появился какой-то такой просвет, который говорит о том, что все не зря. Ну и всегда держите, пожалуйста, в голове. Когда вы публично рассказываете о проекте, вы подтверждаете статус, вы подтверждаете результат и вы показываете другим людям, что вообще все это возможно реально. Потому что второй момент, который мы часто слышим, это все эти ваши проекты, это вот что-то такое, которое непонятно нужно или быть прям семипядей во лбу, чтобы реализовать, или нет, я такого никогда не сделаю, или нет, того не происходит только на бумажках. Когда мы сообщаем об этом в социальных сетях и на сайтах, мы говорим, нет, это не только на бумажках. Поэтому это безумно важно, не только с точки зрения продвижения, допустим, конкурса или фонда, а с точки зрения продвижения вообще идеи о том, что можно изменять территорию. Поскольку вы все люди, которые являются драйверами развития своих территорий, это вот ваша тоже такая теперь задача. Итак, пойдем дальше. Где и кому вы можете вообще рассказывать о проекте? Если вы свою форму отчета открывали, вы видели, что там в конце есть вообще такой пункт о том, как вы презентовали проект и какие СМИ о вас написали. Так вот, чтобы вам напомнить, где вы можете рассказать о своем проекте? Вы можете устроить публичную презентацию проекта и рассказать, что он стартовал. Как правило, это часто происходит, и такие презентации бывают на базе администрации, на базе школ, на базе методических площадок, на базе каких-то конференций. Вы можете сделать презентацию с точки зрения такой именно того, что вы будете делать. Можете сделать фестиваль или праздник, все зависит от вашего проекта. То есть кому-то, у кого проекты методические, им, например, интереснее будет рассказать, вот мы, наши цели, задачи, вот мы вас приглашаем, вот так мы будем работать. Те, у кого проекты праздничные, фестивальные, у кого мастерские, те могут сделать действительно красивое открытие и пригласить журналистов, и пригласить людей сделать трансляцию, записать короткие видеосообщения и выложить в соцсети, и рассказать, что вот наш проект замечательно стартовал. Вы можете обращаться в СМИ, это классика жанра, не только в печатные, не только в местные, но в электронные СМИ тоже. У нас в регионе есть ленты, и в Вологде, в Вологодской области, в Мурманской, Псковской тоже есть информационные ленты новостей, которые вы можете пригласить, или которым вы можете прислать свои тексты. Да, может быть такое, что ваш текст не взяли, но всегда лучше прислать, чем не прислать, потому что может оказаться, что как раз вашего текста и вашего проекта в СМИ не хватало вот прям очень. В социальных сетях мы там есть все. Можно завести отдельную группу под проект, можно публиковать в социальных сетях вашей организации информацию о проекте. Я вас только призываю не делать это бессистемно, но об этом мы тоже поговорим, и не ограничиваться только своей страничкой с точки зрения того, что я руководитель проекта, и я о нем буду рассказывать, а именно сделать какую-то страничку в социальных сетях, посвященную вашей организации, и там рассказывать обо всем, все, что вы делаете. Но, как правило, есть уже такие странички. И, как правило, в конце или в середине выясняется в проекте, что они даже на самом деле куда более активные, чем мы с вами подозревали, и что их читает куда больше людей, просматривая, чем даже подписаны. Ваша социальная сеть – это мощный инструмент информационного сопровождения. На сайте организации – это тоже классика. Человек, который заходит на сайт вашей организации, должен видеть не только ваши контакты, но и то, чем вы занимаетесь. И если у вас там регулярно обновляются новости, есть фотографии и тексты о ваших проектах, то он видит, что и сайт живой, и вы живые, и это тоже можно присылать в качестве информационных поводов. Ну и на тематических мероприятиях – это те площадки, куда вас позвали рассказать о том, что вы делаете. Еще раз, площадка для работы. Здесь вы видите, появляются кроме того, что сообщения печатных или телевизионных СМИ, электронные СМИ. Здесь у нас есть портал администрации. Как правило, администрация – это наши помощники в деле информирования о проекте. Портал местного ТИЦ. Очень часто ТИЦы тоже являются выходами для информационного сопровождения проекте, и вы можете отчитываться в том числе новостями на порталах администрации ТИЦ, потому что это часто информационный ресурс, не только СМИ. На сайтах организации своей и сайтах партнеров, если у вас есть партнерские организации, которые готовы о вас рассказать, это прекрасно. У себя внутри вы можете использовать стенды, информационные доски. Нам их присылать сообщения, допустим, на информационных досках не обязательно, но вы можете сделать фотографию и тоже приложить к отчету, но только фотографию не нужно, допустим, сканировать все информационные сопровождения. Ну и внизу сбоку у нас круглые столы, заседания рабочих групп, конференции и прочие места, где мы можем сказать, а у нас есть классный проект, мы готовы поделиться кейсом. Я могу вам сказать, что кроме того, что вот эти вот у вас есть информационные каналы, в конце наших с вами проектов мы будем собирать сборники практик, и я буду к вам обращаться к кому-то с большим, допустим, с большим запросом информации, кому-то с меньшим, для того, чтобы составить сборник лучших практик, который будет рассказывать о ваших проектах и который будет висеть у нас на сайте. Что вы можете публиковать вообще о проекте? Вы можете публиковать новости, новостные тексты, что у вас происходит, фотоподборки, видео небольшие, вот только не 40 минут, как мы снимали, вы снимаете все и потом публикуете небольшие видео, там, допустим, кусочки с выступлений, короткие зарисовки, это могут быть постановочные видео, вы можете все вместе спеть, все вместе сказать, вот мы, такая-то команда, реализуем проект, вот у нас будет то-то, то-то. Это бывает, как правило, очень весело. Мнение о проекте экспертов, администрации, если кто-то про вас сказал что-то хорошее или написал вам что-то хорошее, вы можете этим поделиться и сказать, вот мы работаем не зря, вот такие отзывы мы получаем. Был в проекте «Баби и бунт» в Каргополе, нам прислали потом в конце книгу, две тетради отзывов и предложений, из которых мы брали цитаты уже вот как сами координаторы и эти цитаты помещали в информационные материалы и помещали на наши роллапы, когда мы уже рассказывали о конкурсе «Активное поколение людям», о том, что вот такие вот отзывы приходят по поводу проектов к нам. И это тоже классно, и это всегда смотрится интересно, и людям на самом деле интересно читать мнения других людей. Вы можете публиковать на своих страницах в социальных сетях сообщения СМИ, вы можете публиковать советы, особенно это касается проектов мастеровых, кулинарных, методических, вы можете публиковать рецепты, вы можете публиковать советы мастериц и сделать свою ту же группу в социальных сетях очень яркой и интересной людям, и интересной СМИ в том числе. Вы можете благодарить и поздравлять, и вы можете важную информацию по проекту публиковать. Это для вас, чтобы напомнить вам, как огромное у вас есть прям поле для разговора о своем проекте, потому что вам есть что рассказать. Для нас, что я бы хотела от вас получать? Это новости, фотоленты, подборки фотографий. Я вам могу сказать, что мы вообще к отшоту просим прикладывать как минимум 10 фотографий хорошего качества. Это значит, что это должны быть фотографии с высоким разрешением, то есть это тяжелые фотографии, как правило, там 3-4 мегабайта, сделанные на фотоаппарат для того, чтобы их можно было печатать. В течение всего проекта вы можете присылать мне фотографии, сделанные на телефон, только четкие, и я их буду размещать в социальных сетях. Только я прошу вас подписать, что у вас происходит, потому что, когда я вижу там огромное количество людей, которые занимаются там чем-нибудь, ленте ребят, или мнут, я могу не понимать, что происходит, мне нужно подписать. Вот бабушки мнут лен, или дети делают куклу-берегиню, и мне тогда в голове укладывается. Видео, свои мнения и мнения людей, цитаты, и в вашем отчете у вас тоже есть такая графа, которая называется «Отзывы о проекте». Эти отзывы вы можете не обязательно заставлять людей писать руками и сканировать, вы можете их набрать в электронном документе и нам прислать, только напишите, чей это отзыв. То есть, что это за человек, сколько ему лет, если это какой-то старожил поселка и участник проекта, или какая у него может быть должность, если это мнение представителя администрации или журналистов. Большие сообщения про вас в СМИ, не сканный газет, а тексты, электронные сообщения, и свои пресс-релизы и пост-релизы, то, что вы сами написали про проект до и после его мероприятия. Это все мы готовы публиковать, и мы будем публиковать. И я бы хотела получать от вас такие рассылки как минимум раз, такие вещи как минимум раз в месяц. Это минимум, потому что раз в месяц у вас обязательно что-то происходит. Хотя и звучаще, но у кого как проект стартует. Кто-то готов рисовать фотографии, допустим, у кого-то мероприятия все в августе, и в августе вы готовы меня залить фотографиями. Я готова их принять. У кого-то мероприятия идут потихонечку. Для того, чтобы сделать ваши фотографии интереснее, вы можете добавлять в фотографии какую-то символику, связанную с вашим проектом, и символику конкурса. Но об этом мы отдельно поговорим. Что вы можете присылать и что мы отсылаем в фонд, то есть вашим грантодателям? Это новости, фото, видео, цитаты, инфографику. Инфографика – это когда вы на картинке какие-то цифры рисуете. Например, у нас приняло участие, допустим, 15 волонтеров серебряного возраста. Они вышли на 20 мероприятий. То есть, когда вы на картинку прямо рисуете текст. Кто-то умеет это делать, кто это делать не умеет. Можно научиться и можно провести по этому поводу отдельный вебинар, если вы хотите, но запрос на него нужно сформировать до 20 августа. кто-то, у кого совсем-совсем все тяжело с графическими всякими редакторами, не мучайте себя. Достаточно фотографий и текста. Если нужно, мы все сделаем дальше сами. И сообщения в СМИ. Тоже большие сообщения про вас, которые содержат какую-то информацию. Вопросы есть пока? Никто ничего не пишет. Будем считать, что нет. Я надеюсь, что вы меня слушаете. Спасибо, Юлия. Как рассказывать о проекте? Ну, все очень интересно, но мы берем прямо по верхам. То есть такие прям совсем-совсем верхи вашего информационного сопровождения углубляться сильно не будем ни в соцсети, ни в фотографии. Календарный план. Вы спасибо. Мне приятно, что все понятно и интересно. Вы присылаете нам календарный план. Вам я его отправлю. Это такая схемка, в которой вы описываете запланированные события. Как он заполняется? В нем вы пишете не ваши внутренние штуки, что вы закупили оборудование или, допустим, что-то к вам приехало или приедет. Вы пишете туда те события, которые будут вовлекать вашу команду и ваших благополучателей. Про вашу команду вы можете писать с той точки зрения, что нам мне интересно, когда у вас происходит орксобрание, если это у вас только нерегулярный процесс. То есть, если вы каждую неделю собираетесь на летучку 15-минутную, то можно этого не писать. А если вы собираете большое собрание рабочей группы и оно важно для проекта, то вы можете включить его в календарный план. Дальше вы туда пишите все свои мероприятия. Если у вас мероприятия такие, у коллег их много, например, каждый вторник и четверг вы обучаете чему-то бабушек и дедушек или бабушки и дедушки каждый вторник и четверг каждого месяца чему-то обучают. Вам не нужно каждое событие вставлять. Вы пишите с 1 июля до 31 августа каждый вторник и четверг у нас будут проходить занятия по полтора часа. Мне этого достаточно, я буду понимать, что это у вас учебный процесс. Если у вас внутри проекта, например, есть после того, как обучающий курс прошел какой-то праздник, экзамен, публичный отчет, то вы уже пишите. Вот у нас с 1 июля по 31 августа обучение, а 15 августа открытый экзамен или а 15 фестиваль, то вы его обязательно включаете. У вас проекты разные. У кого-то как раз там, допустим, занятия в мастерских или обучение компьютерным иностранным языкам, вы можете написать мне, ну, то есть, когда много занятий, вы пишите вот так. У кого-то есть яркие встречи в проекте и праздники, напишите про каждую встречу. Если у вас встречи небольшие тематические, то вы можете обозначить какие-то тематики, которые вы будете разбирать. Но у меня не стоит задача заставить вас про каждый чик мне написать в календарном плане, мне нужно понимать, что у вас происходит. Когда я могу вам позвонить и спросить новости о проекте, или когда я могу приехать к вам на проект или зайти к вам в гости и посмотреть, что вы делаете. То есть вот такие моменты. Не нужно в календарный план писать, что, допустим, с 1 декабря по 15 мы будем писать отчет. Это понятно. Напишите, когда у вас закрытие проекта официально, если оно есть. Календарный план может выглядеть примерно так. Это дата, место, что где происходит и формат события. Я вам пришлю такой план. Что я хочу в нем видеть. Этот план также станет основой для мониторинговых визитов. Об этом чуть позже поговорим. Здесь видите дата, место, кто, что, зачем, цели, задачи и форму, с кем, кто придет. Информационный текст. Второй момент, который я попрошу вас присылать, регулярно присылать информацию о своем проекте. Это не отчет, это небольшие информационные сообщения. Они могут выглядеть вот так. Страница А4, то есть один лист Word. Можно больше, но не больше двух, потому что, как правило, когда мы за месяц что-то, много чего-то сделали и решили в конце месяца написать один большой текст, то с ним потом тяжело работать. Вы можете присылать небольшой текст, где указать дату, когда вы его написали, точное название события, то, что у вас произошло, точное название, чтобы я не наврала, чтобы у меня там день рыбака оказался днем рыбака, днем охотника или рыб промышленности, потому что у меня нагрузка проектов большая. Если что-то где-то в голове вдруг застряло, я открываю пресс-релиз и не вижу названия мероприятия, в календарном плане оно тоже как-то по-другому названо, или у вас план поменялся и дата поменялась, то мне становится тяжело, иногда мое воображение превращает ваши мероприятия в какие-то другие, и вам обидно, и мне грустно. Участники, кто участвует, что, где, когда, и что люди делают, то есть мы в деревне допустим Черевково ремонтируем колодец вместе с волонтерами старшего возраста на фотографии люди, которые устанавливают новый срок колодца. И почему это важно? Это важно, потому что в деревне, я помню просто этот проект, потому что в деревне Черевково есть мастера, которые умеют делать и собирать колодцы, и они передают свои знания младшему поколению, а заодно ремонтируют колодцы по всей деревне. И тогда сразу понятно, зачем присланные фотографии колодцев. И контакты организатора или человека, которому я могу позвонить и сказать, слушайте, у вас очень интересное сообщение, давайте из него сделаем большую новость, опубликуем в социальных сетях или пошлем в СМИ, и в том числе в федеральные. То есть о наших проектах действительно говорят на масштабах федеральных лент, московских в том числе, которые читаются о России. Да, и можно туда попасть. Я звоню и говорю, пожалуйста, расскажите мне чуть-чуть поподробнее, давайте сделаем из этого текст. Мне понятно. Нужно бы понимать, с кем я могу поговорить. Есть формат пресс-релиза. Тоже могу прислать. Это вообще такая прям короткая рыба о том, как написать пресс-релиз перед своим мероприятием. Ой. Татьяна Ивановна, что происходит, когда, ну то есть когда событие начнется и когда закончится, там с 10 до 15, например, 22 июля. Где, для кого, кто приглашается, кто придет, зачем, то есть цель нашей встречи. Почему это важно? Можно поставить свою цитату, это, кстати, не возбраняется. Можно сказать, это важно, потому что в нашей территории это будет первое методологическое собрание педагогов серебряного возраста, работающих с трудными подростками до сих пор и поставить себя как автора цитаты. Кто организатор, то есть организатор, там, допустим, вукустьяны, с кем связаться и для журналистов особенности аккредитации входа, например, всем ходить в красных шарфах. Почему нет? И какую-то картинку для привлечения внимания. Можно ваш логотип. Эту схемку я вам отдам. Это классическая схема, пресс-релиза, которую мы распространяем за несколько дней до события. Ее можно отправить мне, ее можно отправить в местные СМИ. Это прям такая рыба. Когда вы... Людмила, да, мы ведем запись, можно будет посмотреть запись, можно будет попросить материалы. Задать вопросы только будет сложно. Обязательные вещи, которые я прошу всегда-всегда-всегда присылать. Фотографии к текстам, которые вы присылаете, потому что у меня был какой-то проект, в котором было очень много интересного текста, но не было фотографий. Или они были очень плохого качества, это была юридическая поддержка, и мне приходилось извращаться просто невероятно, чтобы найти какие-то иллюстративные материалы на открытых источниках, и при этом чтобы они тоже были интересные. Ваша фотография всегда лучше, чем любая картинка из интернета, если она четкая. Все. На телефон можно сделать, главное, чтобы она не была размытой, то есть чтобы люди сели спокойно, а не двигались, потому что когда люди двигаются, у них размываются руки и ноги, как правило. Посты для социальных сетей. Каждый проект хотя бы одну новость в месяц. Вы это можете, у вас происходит раз в месяц что-то. Раз в месяц почему? Потому что в конце каждого месяца я формирую информационный дайджест для нашего грантодателя, то есть для фонда Тимченко. Это один большой документ оформленный, в котором есть новости по вашим проектам. Сейчас здесь у меня, да, телефон у меня лежит на столе, это моя ошибка, потому что сейчас он начнет играть здесь. Или не начнет. И этот дайджест я отправляю, его там читают, чтобы понять, что происходит в проекте. Его там действительно читают и задают вопросы. То есть это такая работа важная и не пустая. Информация для кейса в конце нашего года. То есть у вас проект может закончиться чуть раньше, у вас он может у кого-то закончиться осенью, а отчет вы пишете зимой. зимой. И где-то в это же время я задаю вам тематику кейсов. Кейс – это описание вашей практики. Мы его делаем с вами вместе, я задаю вопросы или задает вопросы человек, которого мы попросили эти кейсы написать, он с вами связывается. И в разных форматах, в разных объемах мы пишем про каждый проект и потом делаем один большой сборник. Он есть в печатном виде и в электронном. В электронном на сайте у нас все сборники висят. В печатном я вам его не покажу, потому что он у меня далеко на полке. Вот такая большая книжка альбомного формата, которая уезжает в том числе в Москву и которая у нас тоже есть и которую можно получить на наших конференциях. Статьи для сайта и СМИ. Проекты, которые должны предоставить подобный материал. Это когда я вам звоню и говорю, что мы по вашему пресс-релизу будем писать большой материал, поэтому давайте пообщаемся. Тогда мы с вами пишем статью. Я, как правило, задаю вопросы, а вы отвечаете в той форме, в которой вам удобнее, устной или письменной. Кому-то удобнее по телефону поговорить, кому-то удобнее написать в свое свободное время ответ на мой вопрос, чтобы я могла сформировать статью. Про логотип. У вас есть, если нет, то запросите логотип фонда Тимченко и логотип конкурса «Активное поколение». Синий велосипед, белый велосипед на синем фоне. Мы очень вас просим в своих материалах, афишах и каких-то таких публичных презентациях обязательно его использовать. Потому что, таким образом, вы показываете, с одной стороны, уважение к проекту, ну, и к гарантодателю, что вы готовы о нем говорить. С другой стороны, это очень простая штука, чтобы показать, когда мы собираем все наши материалы, что мы все с вами работаем с одним проектом. Также вы можете ставить наш логотип как координатора, но мы к этому относимся достаточно спокойно. То есть, можно ставить, можно нет. Но вот к логотипу гарантодателя мы очень вам, прям очень просим обязательно его использовать в своих статьях. и обязательно проговаривать. Внизу можно для справки, можно где-то в тексте, что проект получил поддержку конкурса «Активное поколение». Это важно, потому что тогда искать, ну, то есть, ваши материалы с использованием вот этой фразы, то есть, проект получил поддержку в рамках конкурса «Активное поколение», в интернете собираются все в один массив «Активное поколение». И когда мы делаем информационную аналитику, это очень важно. И опять же, это показатель того, что вы вместо того, можно не говорить 10 тысяч раз «Спасибо вот этим», «Спасибо вот этим», «Ой, спасибо вам». А можно написать вот этот текст в своей новости, и будет понятно, что вы действительно благодарны за поддержку. вот это самый простой способ. И это касается, кстати, всех фондов, как только вы сами в своих текстах, а не тогда, когда я это куда-нибудь составляю, пишите, а мы получили поддержку вот такого конкурса, гранд-отдатель понимает, что вы его любите. Любите русский язык. Это такая штука тоже. Очень часто вы, когда пишете мне новости, вы стараетесь писать их очень таким правильным, красивым языком. Вот. А этого можно не делать. Можно написать мне новости так, как вы говорите. Можно не опасаться, что вы напишите какой-то плохой текст, что он будет недостаточно красивым, или наоборот, будет каким-то слишком разговорным. Пишите так, как говорите. Если вдруг мне понадобится ваш текст, то есть если вы где-то ошиблись, где-то не поставили запятую, или где-то вам показалось, что вы как-то не так выразились, я все поправлю. То есть если мне нужно для вот этот материал получить для нашего отчета ежемесячного, я все поправлю. Я там исправлю все эти запятые несчастные и все ваши опечатки. Не надо переживать по этому поводу и нервничать. И не нужно стараться говорить как-нибудь так по-особенному. Вполне нормально. Мы все с вами разговариваем на одном, как правило, русском языке и он очень понятен. Не переживайте по поводу содержания. Иногда, когда люди стараются написать красиво, они тратят на это огромную кучу времени, очень обижаются за то, что эту кучу времени потратили. Ну, а зачем? Вот так, как я сейчас говорю, оно, в общем-то, понятно. И так, как вы рассказываете, пишите так, как вы бы рассказали о своем проекте каким-то людям вслух. Вот это прям очень красиво получается. Ничего придумывать специально для нас не нужно. Писать сочинение, как мы проводим проект, тоже не нужно. Не тратьте на это время. Потратьте его на проект. Информационный отчет. Это то, что в вашем отчете находится. Вам нужно будет отчитаться по СМИ. Поставить порядковый номер, сквозная нумерация, написать, что за СМИ о вас написала. Это может быть не только СМИ. Вы можете вставить туда сайты администрации, сайты ТИЦ, дата публикации или выхода сюжета в эфир, заголовок и ссылка на электронную публикацию. Если публикация у вас в печатной газете, вместо ссылки на электронную публикацию вы пишете в большом окошечке газета, допустим, «Коножский курьер», выпуск номер 3 от 15 июля. Вот так можете сделать. Можете отсканировать статью в PDF и приложить. Присылать нам ее в бумажном отчете не нужно. То есть мы вам верим. Правда, нас никто еще пока не обманывал в этом плане. Действительно, если поднять подборку «Коножского курьера», то статьи там есть. И еще один момент, это мониторинг. У нас с вами есть такая штука. Мониторинг – это когда мы звоним или приезжаем, чтобы понять, как у вас происходит проект. Опираемся мы на календарный план. То есть я обычно смотрю в календарный план или мои коллеги, которые к вам приезжают, смотрят в календарный план и выбирают время, когда к вам можно прийти или приехать. Да, мы иногда приезжаем в область и приезжаем в другие области тоже. Но, как правило, в Вологодской области у нас координатор ездит. Псковскую я могу приехать иногда и сама, потому что мне очень нравится Псковская область. В Мурманску я еще не ездила, тоже могу приехать. Это или ваш координатор, с которым вы работали на протяжении приема заявок, или кто-то из наших специалистов приезжает. Что мы делаем на мониторинге? Мы разговариваем с вами, с вашей командой и просим вас пригласить благополучателей, чтобы с ними тоже пообщаться. Иногда мы просто вам звоним и спрашиваем, как у вас дела? Расскажите про проект. Ну, скалендарный план. Медиаплан это не для вас. Он сюда влез у других проектов. Вопросы по электронной почте иногда я задаю. И вы можете сами присылать фотографии с проекта на электронную почту, и это тоже будет таким как бы небольшим отчетом. Чего не надо делать? Не надо присылать в социальных сетях, особенно в личных сообщениях, какие-то свои информационные события. Почему? Социальные сети это вроде бы рядышком, и это очень просто, но информационный поток в социальных сетях у меня личный, у Татьяны Ивановны, огромнейший, просто невероятный. Я работаю как информационщик в социальных сетях, и у меня там есть рабочие чаты, когда мне нужно именно с коллегами из социальных сетей о продвижении договариваться. У меня там есть еще личные сообщения, иногда прям очень бурная переписка личная, как у всех. И тут еще ваше, и оно может потеряться моментально. То есть, вы мне его в 12 прислали, а в 12-15 это уже 30-е сообщение в строке. Я его открыла и закрыла. А на электронную почту, во-первых, электронную почту у меня только рабочая, я точно не потеряю. Во-вторых, электронную почту может открыть любой мой коллегой. Когда я в отпуске, например, я могу сказать, попросить Татьяну Ивановны, попросить еще кого-то из коллег, откройте, пожалуйста, письмо. Нет за что. Нет за что, Григорий Татьяна Ивановна. Опубликуйте, пожалуйста, на сайте. Не нужно присылать в письме ссылки на посты в социальных сетях. Ну, это вот, когда просто ссылка. Пришлите лучше текст, скопируйте и приложите фотографии. Потому что не всегда какие-то вещи удобно в социальных сетях делать. Иногда у вас группа ВКонтакте, мне нужно на Фейсбук это как-то интегрировать, а я работаю ВКонтакте и в Фейсбуке. И фонд Тимченко работает в ВКонтакте, в Фейсбуке, еще и в Инстаграме, кроме сайтов. И это тяжело. Пришлите текст, скопируйте, и визуально будет понятнее. И у кого-то бывает так, что Фейсбук, например, открывается долго, и все это очень тяжело. И это тоже так уже увеличивает время нашей с вами работы. Тексты, фото. Сканы статей и сканы каких-то материалов тоже не нужно присылать. Присылайте текст. Что касается календарного плана. Если у вас вдруг поменялись даты в календарном плане, вы, пожалуйста, не паникуйте, просто напишите, что у нас изменилась дата, вот мы перенесли событие вот с такой-то даты на такую-то. И все. И не надо больше ничего. По бюджету с вами Татьяна Ивановна будет разговаривать, а по календарному плану вот это сделайте, напишите письмо. Погода плохая, доехать до деревни Заречья мы не можем, потому что река развилась. Откладываем на неделю. Это нормальная стандартная ситуация. Что еще? Эти штуки я вам пришлю. Это для вас. Чтобы вам было удобнее распланировать свое время, вы можете для себя завести план событий для СМИ. Мы можем провести потом отдельный вебинар, на самом деле, если вы пришлете мне на почту Плюсик, что да, мы хотим такой вебинар, я могу вам провести его в августе. Как работать вот с этими документами. Контент-план для социальных сетей. Это я все вам могу прислать и сделать небольшое пояснение, с которыми мы работаем. Это внутренние документы. У меня вот, например, такие есть. И когда я думаю, какие ваши события я могу осветить в сетях, я пишу в этом плане событий, например, там в марте вот у этого проекта будет фестиваль. Значит, нужно где-то в марте про это написать. Там в апреле у этого и у этого и у этого проекта фестиваль. В августе вот здесь, вот здесь, вот здесь. А вот здесь вот праздники, в которые я тоже могу что-то написать про СМИ. Допустим, здесь у нас своя конференция в сентябре. И я прям заполняю эту сетку событиями, о которых можно рассказать, и потом обращаюсь к ней. Она делается на основе ваших календарных планов в том числе. А вы можете делать ее для себя на основе своих событий. И контент-план, вот он тоже очень просто выглядит. Это я делаю для социальных сетей. Например, в понедельник в 10 я отправляю фотоленту с ваших проектов, в 12 поздравляю коллег, в 14.00 у меня есть три посты, статьи из ваших газет, и я их публикую. В 18.00 я публикую расписание своих каких-то занятий, а вечером публикую видео с ваших проектов, потому что у людей есть время его посмотреть. Вы тоже можете для себя такую штуку сделать. И вам будет проще. Так, медиаплан я с вас не требую, это так. Все, о чем я хотела с вами поговорить. Дальше я передаю слово Татьяне вам. Если есть какие-то вопросы, можете их задать. Или можете мне написать в почту. И еще раз напоминаю, что мы с вами можем провести отдельный вебинар, посвященный тому, что такое контент-план, как написать какое-нибудь небольшое сообщение. Поэтому напишите, и мы сформируем. Если будет хотя бы человек 15-20 из всех проектов, мы можем провести получасовую такую короткую превьюшку. Все, передаю слово в тяне ванной отправляюсь добивать свой чай из прекрасной серой игрушки. Очень рада была всех вас увидеть. Татьяна, вам там технические пока. А сейчас мы попросим Павла на помощь. Нет, все просто почему-то сразу мне отчетили не взрывать. Сейчас запросится. Продолжение следует... Я победила технику, ура! Мы это сделали. Итак, мы здесь, просто мастер отключилась, я еще не включилась. Итак, сейчас мы с вами поговорим об отчетности, о том, в какое время ее сдавать, как сдавать, что при этом нужно соблюсти. Вместе с договорами, кто мне уже, кто прислал ваши договоры, всех благодарю, кто еще не прислал или не отписался мне о том, что получил, хотя бы по электронной почте, огромнейшая просьба в срочном порядке, прислать мне, иначе мы не сможем вам перевезти деньги, пока мы не получим от вас хотя бы электронной копии вашего договора. Тем, кто еще не отправил или не прислал скан копии, договор подписывается в двух экземплярах, вы его распечатываете, подписываете в двух экземплярах, и отправляете оба экземпляра нам. При этом вы должны подписать не только сам договор, но и приложения, которые к нему имеются. Приложение 1 это ваша форма заявки с бюджетом, вернее, ваша заявка с бюджетом, и приложение 2 это форма отчетности, она тоже подписывается, оба приложения подписываются только в конце, там, где есть слова благополучатели. Подписывайте, ставите печать, инициативные группы просто подписывают документы, печати не ставят. Итак, все сроки отчетности у вас есть в договоре, поэтому, как правило, мы всегда советуем первым делом делать копию договора менеджерам проектов, сделать копию договора и открыть, сделать отдельную папочку по проекту, вложить туда этот договор, чтобы он всегда у вас был под рукой, по крайней мере, если не перед глазами, то под рукой, чтобы вы могли туда заглянуть. Отметить в календарном плане все ключевые даты, особенно то, что касается отчетности. Для юридических лиц, для организации, у кого более 30 тысяч рублей, у них два отчета в проекте, промежуточный и итоговый. Промежуточный отчет подается до 10 октября, не позднее 10 октября 2019 года, за период с 1 июня по 28 сентября или по конец сентября. Промежуточный отчет по той же форме отчетности, но указывается промежуточный отчет, указывается период отчетности. Итоговый отчет у вас на экране видно не позднее 15 февраля 2020 года, то есть до 31 января вы можете тратить средства и работать над своими проектами. Что значит не позднее? То есть не позднее этой даты документы, касающиеся вашей отчетности, должны быть у нас в офисе. И это не электронные документы, все, что касается финансовой отчетности. Это документы на бумажных носителях, то есть реестр ваших расходов, таблица заполненная, и плюс приложены к ним документы, подтверждающие эти расходы. Вот этот финансовый отчет на бумажном носителе, он должен быть у нас в офисе не позднее 15 февраля. Позже, к сожалению, вы, ну, не только как бы нам, да, это вообще в целом практика, то есть если вы не придерживаетесь каких-то сроков, это уменьшает доверие к вам, к вашей организации, и что ведет к не очень, ну, приятно, скажем так, потом осадкам, последствиям и так далее. Поэтому большая просьба, потому что дело здесь все взаимосвязано, помимо получения ваших отчетов, мы отчитываемся еще в фонд, который выделяет средства на этот конкурс и программу. Поэтому большая просьба все-таки эти сроки соблюдать. Если что-то не успеваете, сообщите. Но желательно максимально укладываться в сроки. Для этого предлагаем вам, так как опыт, возможно, у некоторых первый, чтобы не разбежаться, как говорится, в мыслях, лучше делать, заполнять отчеты и финансовые, и содержательные по мере реализации проекта. То есть заносить все расходы в таблицы, все информацию о реализованных мероприятиях, комментарии, аналитику, в формы сразу заносить, чтобы потом не забыть. Потому что потом сложно все это где-то достать из головы, вспомнить и так далее. Что касается общей принципы. Вместе с договором на электронную почту я вам уже отправляла единые требования по подготовке финансовой и содержательной отчетности. Большая просьба с ними ознакомиться. И большая просьба внимательно ознакомиться, а не по диагонали. Потому что по диагонали иногда проходит, когда ты в курсе. И ты знаешь всю, как говорится, кухню и так далее. На первый раз лучше, конечно, внимательно все почитать. Если что-то непонятно, написать нам, позвонить, чтобы потом не возвращаться к этому несколько раз. Потому что есть прецеденты, даже опытных бывает. Как говорится, я на старуху проруха. Поэтому давайте будем читать внимательно всю нашу переписку. Итак, просьба тщательно, во-первых, ознакомиться с договором, посмотреть менеджером проекта, не оставлять это на руководителя организации. А так как ответственные вы за реализацию, поэтому вам и держать ответ. Поэтому внимательно ознакомьтесь и с финансовыми документами, и с договором. Я уже сказала, что финансовый отчет включает в себя реестр, то есть перечень расходов согласно утвержденного бюджета, который у вас есть в договоре, и приложенных к ним копий документов о расходовании средств, то есть о подтверждающих расходы, которые утверждены у вас в договоре и в бюджете. Есть небольшая разница в том, какие документы вы предоставляете. Это инициативные и юридические лица. Юридические лица предоставляют копии, так как оригиналы у них остаются в организации, потому что деньги им переводятся на расчетный счет. Инициативные группы предоставляют оригиналы всех документов, потому что деньги мы им не переводим на счета, мы их оплачиваем. Мы оплачиваем счета, которые нам предоставляются с наших расчетных счетов, либо компенсируем расходы, которые понесли при реализации проекта, опять же, согласно утвержденного бюджета. Имейте в виду, что вы должны сохранять инициативные группы, то есть договоры заключаются с физическими лицами, и мы не можем переводить деньги на вам на расчетный счет. Расходы будут производиться либо по предоставлению счетов от организации, где вы планируете покупать товары, либо услуги заказываете, и, соответственно, если вы оплачиваете самостоятельно из своих средств, то компенсируем эти расходы. Итак, если вы предоставляете копии, то делать это нужно на формате листа А4. В данном случае лучше не экономить, то есть иногда копируют, там есть накладные вот такие форматы, если вы видите, да, формат, опять так называемые накладные или счета, вот их скопируют и обрежут также по такому формату. Лучше купить в рамках проекта «Заложите средства на констовары», чтобы купить себе пачку бумаги для дальнейшего использования ее в отчете. Все документы, каждый документ отдельно копируется на странице А4. Вместе может быть скопирован только документ, он считается единым, это чек и товарный чек, и желательно их раскреплять, то есть не копировать сразу со скрепочкой товарный чек и чек, а отдельно товарный чек и чек, и на одном формате. Это будет считаться одним документом. Что считается документами, подтверждающими расходы? Тем, кто будет делать отчеты, готовить самостоятельно, а не бухгалтер, да, то есть к отчету необходимо будет приложить договоры. Если вы закупали какие-то товары, оборудование по договору купли-продажи, акты, соответственно, да, если это услуги, если это услуги, это накладные, опять же, если купли-продажи, да, счет, счет-фактура, возможно, может ее не быть, но счет обязателен и документ, подтверждающий оплату, да, или расход. Это, соответственно, либо платежное поручение, если по безналичному расчету, либо это документ приходный кассовый ордер. Покажу вам корешочек. Квитанция к приходному кассовому ордеру. Вот она выглядит так. Либо это должен быть бланк строгой отчетности, который фиксируется в налоговой, насколько я понимаю, они до сих пор еще существуют, они пронумерованы, прошиты и заполняются в двух экземплярах. Вот такие документы вы должны будете нам предоставить. Просто товарный чек с договором вместе, к сожалению, наверное, не пойдет то, что там. При этом, смотрите, ситуация еще какая. Еще, вероятно, остались ситуации в том, что раньше в деревнях, в отдаленных территориях работали магазины без кассового аппарата. И там можно было предоставить просто товарный чек. Сейчас ситуация изменилась. Сейчас практически все, даже в деревнях, обязаны приобрести кассовый аппарат и работать через кассовый аппарат. Исключение составляет очень небольшое количество. Там, по-моему, очень удаленные территории, где труднодоступные удаленные территории, где допускается возможность работать без кассового аппарата. Поэтому тоже имейте в виду. Здесь либо выбирайте другого поставщика, либо просите. Потому что, как правило, у нас были случаи, ИП говорит, что он не работает через безнал и просит наличный, при этом не предоставляет никаких документов. Это говорит о том, что недобросовестный бизнес, который пытается уйти от налога, но в данном случае это будет хуже не ему, а в первую очередь вам, потому что мы все несем персональную, в данном случае, финансовую ответственность. Потому что это юридические документы, соответственно, это влечет за собой ответственность. Поэтому очень внимательно к этому относитесь. Как я уже сказала, что лучше составлять по ходу реализации. Можете формировать отчет в программе Excel, то есть сделать подобную таблицу, она у вас в Word, где приложена к договору, вы можете ее сформировать самостоятельно в Excel, в табличке, и делать ее, заполнять там, чтобы избежать ошибок в цифрах, либо можете также заполнять ее в Word. Первичные документы лучше сканировать, а потом распечатывать, чем искать оригинал в бухгалтерии и делать их в копии. В данном случае может быть и такой вариант, либо вы просто его копируете, этот документ, только произошел расход, вы его скопировали, приложили к себе в папочку, оригинал отдаете в бухгалтерию, это в случае, если юридические лица, чтобы потом не поднимать эти все грозбухи, начинать ворошить все листы бумаги, поднимать, тем самым нервировать бухгалтера, которого и так забудет полон рот в бюджетных учреждениях, ну и соответственно, для себя избежать неких таких стрессовых ситуаций. Расход произошел, попросите копию или сделайте самостоятельно, вложите себе в отдельную папочку, остальное пускай идет в бухгалтерию, подшивается для дальнейших отчетностей. Так, не знаю, сейчас вот это образец заполнения финансового отчета, сейчас я попытаюсь вам, попытаюсь открыть как рабочий стол в более большом формате, сейчас я его попытаюсь вам так сделать. Ну вот, надеюсь, вы видите, то есть ты видишь, что я... Сейчас открою. Ну, очень шмутненько, но понятный, эффективно понятный интерфейс. Администрация приостановлена. Да, извинения области трансляции в большинстве. О боже. Ясно. Так. Идет трансляция? Ну, то есть вот вы видите, да, что каждый... Видно его? Видно, да. Хорошо. Значит, в таком виде, здесь она в таблице Excel заполнена, но это никак ее не отличает от Word-овской, просто она здесь заполнена в Excel. То есть вы отчитываетесь по каждому виду расхода. В том порядке он вписывает... Они вписываются в том порядке, в котором они у вас утверждены в бюджете. Вот, допустим, аренда, помещение под офис. Это сумма утвержденного бюджета, графа. Дальше перечисление документов, которые вы... Виден курсор на стене, вижу. Курсор? Как видите? Как я вожу? Крестик, виден. Виден, да? Хорошо, ладно. То есть вот эта сумма утвержденного бюджета, это документы, которые подтверждают наши расходы, вписываются по каждому виду расхода, как вы видите, да? То есть к расходу аренда помещения под офис у нас документы, которые подтверждают этот расход. Счет, счет фактура, платежное поручение. И здесь возможен еще договор и акт выполненных работ, если вы арендуете помещение у сторонней организации. Соответственно, сумма по этому расходу пишется только напротив документа, по которому производился расход, то есть напротив платежного поручения. Вот эта сумма. Вот эти цифры, это нумерация ваших приложений, она сквозная. То есть каждое приложение, которое вы прикладываете к реестру, оно нумеруется и раскладывается в хронологическом порядке, соответственно, чтобы было проще и вам, и нам потом понятнее было отчитываться. Итак, это то, что касается отчетности финансового образца. Плохо, конечно, здесь видно, надо было немножко его поменьше сделать, но суть та же. Я вам потом сделаю рассылку, пакет всех документов и вложу этот документ, он будет там в пакете, где вы сможете ознакомиться, как его можно будет заполнять, то есть на что обращать внимание. Итак, для того, чтобы сохранить хронологию, то есть лучше все документы, копии документов, относящихся к одной хозяйственной операции, то есть к одному виду расхода, должно быть скреплены вместе. Я не знаю, как вам удобно, с крепочкой, степлером и так далее. И, как я уже говорила, разложены в хронологическом порядке в соответствии с утвержденными статьями бюджета проекта. То есть не статьями бухгалтерскими, а именно бюджета, который у вас в договоре. В случае, если у вас в одном документе, вернее, вы покупали товары из разных статей бюджета, потому что у некоторых, у большинства практически, очень дробно расписан бюджет. Допустим, там покупка карандаши, папки, тетради, краски и так далее. То есть все это, в принципе, можно было бы отнести под один расход канцелярский товар и в комментарии к бюджету в дальнейшем, перед подготовкой заявки. Все это расписать там подробнее, чтобы здесь не мучиться. В данном случае все эти товары вы можете приобрести в одном месте. И они у вас будут, скажем так, в одном счете, в одном платежном документе. Что в данном случае можно делать? Чтобы не копировать на все подряд каждый документ отдельно, чтобы нам, все-таки мы за экологию, деревья жалко. Его можно сделать копию в одном экземпляре и просто от руки написать, каким видом расходов там относится данный документ. То есть приложить его в одном экземпляре и там отметить, каким видом расходов он относится. При этом, если у вас, скажем, расход, если у вас планировалась покупка дорогостоящего оборудования в складч, ну, условно, да, это документы, вернее, сумма из средств гранта и сумма собственная, допустим, какое-то оборудование у вас стоит в общей сложности 15 тысяч рублей. Из средств гранта вы на него запросили 10, и собственных вы готовы вложить 5. То, итого вы заплатили 15, но при этом вам нужно отчитаться только за 10. Вы, в данном случае, вы делаете копию на полную сумму, то есть на 15 тысяч, прикладываете, от руки пишете, да, что в том числе столько, 10 тысяч рублей из средств по договору номер от такого-то числа. И данное примечание подписывается бухгалтером и заверяется печатью организации. То есть вы отчитываетесь только за те средства, которые вам выделили. Потому что иногда организации пытаются отчитаться. Ну, с одной стороны, наверное, и хорошо показать, что они вложили собственные средства, но в данном случае вы можете это показать в содержательном отчете, о котором мы будем говорить чуть позже, о том, какую сумму вы вложили собственных средств, на что и из каких источников. В бюджете, в финансовом отчете вы отчитываетесь только за те средства, которые вы получили по договору. И ни больше, ни меньше. При этом желательно тратить все средства, не оставлять ни 5, ни 10, ни 15 копеек, ни даже ни рубль, потому что придется возвращать. Лучше купите какой-то карандаш, резинку, не знаю, вложите излишних своих 5 копеек, приложите этот чек, но отчитайтесь за все, чтобы нам не возвращать эти рубль, потому что за рубль вы, за банковскую операцию, за перевод 1 рубля или 10 копеек, вы потратите гораздо больше, нежели сама сумма перевода. Для того, чтобы не прозевать, опять же, зачастую встречается такое, что мы под конец нашего проекта, ах, вспоминаем, что у нас оказывается вдруг экономия, потому что нам где-то там предоставили со скидкой, где-то нам дали товар бесплатно, вдруг, ну, то есть нам предоставили наши партнеры или мы вот узнали о таком проекте, интересно, мы нам дали это на безвозмездной основе, у нас образовалась экономия, мы про это забыли, а когда отчитываться, мы об этом вспоминаем. Поэтому вот еще раз, чтобы вот этого и не было, помимо расходования средств, заносите это в таблицу реестра, отмечайте, какая сумма у вас остается, чтобы в дальнейшем нам вовремя ее скорректировать и успеть потратить, чтобы не возвращаться, потом не возвращать ее нам, а нам не возвращать ее фонду. Какие документы могут быть, должны быть, вернее, приложены при том, что у нас заложена оплата труда привлеченных специалистов или заработная оплата. Если менеджер проекта, скажем, у вас является сотрудником организации, с которой заключен договор, то в данном случае вы можете не заключать дополнительного договора на услуги с этим сотрудником, а просто по приказу возложить на него дополнительные обязанности с определенной оплатой в рамках исполнения вот этого проекта. Соответственно, у вас будет он проходить по ведомости с дополнительной заработной платой. То есть здесь как вам удобно, смотрите сами. При этом, если это привлеченный специалист, то вы должны заключать безусловно с ним, то есть не являющийся сотрудником вашей организации, вы безусловно должны заключить с ним договор оказания услуг, вознездного оказания услуг. Если вам необходимы, опять же, все эти формы, форматы договоров и прочего, обращайтесь ко мне. У нас все это есть, я вам готова буду их предоставить. Итак, какие документы вы должны будете предоставить в этом случае? К отчету. То есть расчетная ведомость начисления заработной платы. Она, безусловно, должна быть подписана не просто в документ, а именно подписана руководителем организации и бухгалтером проекта. Расчет отчисления и сход. Чтобы было понятно, что действительно вы заплатили и вы исполнили обязанности как нанимателя, заплатили за них отчисления в фонды страховые. Документ, подтверждающий получение заработной платы. То есть это либо расходный кассовый ордер, дальше там будет пример, я покажу. Расходный кассовый ордер, бухгалтера это знают, если вы наличными вы даете средства. Либо это копия платежного поручения, подтверждающего, что вы перевели эти деньги на расчетный счет человека, с которым заключен договор. Соответственно, платежное поручение на перечисленные налоги, подтверждающее, что вы с заработной платой, то есть с тех средств, которые вы заложили на оплату труда, вы заплатили, исполнили свои обязательства как нанимателя, заплатили за него налоги. Прикладываются все эти налоги в соответствии с таблицей расчета отчисления в фонды. Трудовые договоры обязательно, да, ну или приказ возложения обязанностей, дополнительных по проекту на сотрудника организации. Ну или договор оказания услуг и акт приема работы. Многие спрашивают, как оплачивать все услуги, если, допустим, привлеченный специалист нанимается, заключается с ним договор на весь период реализации проекта. Здесь смотрите, как вам удобно. То есть, либо вы указываете в договоре, что полная стоимость его работы такова, и оплата будет производиться там помесячно, и вы выплачиваете ему соответственно каждый месяц эту заработную плату. Либо вы заключаете договор с ним на весь период, в конце вы подписываете договор акт выполненных работ и выплачиваете его всю сумму сразу. Здесь уже, как вам удобно, на мой взгляд, удобнее второй вариант. Здесь меньше затрачивается ресурсов на начисление заработных плат, и так далее, и так далее. поэтому здесь единоразово вы заплатили. Либо еще один вариант, вы условно выплачиваете ему аванс предварительно, да, но через определенный период времени выплачиваете аванс и окончательную сумму в конце реализации всего проекта и окончании договора. То есть, на какой период у вас заключен договор. Здесь тоже, как вам будет удобно, но это обязательно должно быть прописано в договоре. Условия оплаты труда. Перечисленные налоги указываются в отчете о расходах отдельно. здесь имеется в виду, что вы в отчете указываете не всю сумму, там, допустим, у вас расход оплаты труда, а именно оплата труда и отчисление в фото. То есть, у вас будут две статьи расхода в реестре, и вы в оплаты труда указываете, соответственно, сумму по договору, а в отчисление в фото вы указываете сумму отчислений и прикладываете в качестве подтверждения все документы платежных поручений с суммами, которые вы уплатили. Здесь я уже говорила, останавливаться не будем, на перечисление суммы налогов во внебюджетные фонды. То есть, вы обязательно должны это помнить и указывать. Были вопросы, не знаю, у вас есть или нет. Иногда задают вопросы по поводу... ой, простите. По поводу того, как при закупке, допустим, иногда бывает необходимость закупить товар у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, то есть, купить у него какие-то товары или, не знаю, что-то купить у него. Бывает иногда такое. Там, средства, я не знаю, он готовит корзины, плетет, или еще что-то. Вот. В данном случае у нас тоже есть формат договора. И вы тоже... Но вы должны понимать, что сумму, которую вы ему обещали, за эту сумму вы должны будете еще заплатить налоги. Опять же, то есть, вы... То есть, есть у меня формат этого договора и есть разъяснение, пояснение по этому вопросу. Поэтому, если кому-то потребуется, тоже я могу это все выслать. Всем отправлять не буду, чтобы не спамить, потому что это редкие случаи, но такое возможно. Поэтому, если кому-то потребуется, то обращайтесь. Услуги различного вида, кроме оплаты труда. Ну, то есть, договор услуг, это договор аренды транспорта, помещения, я не знаю, может быть, какого-то дорогостоящего оборудования, которое имеется в наличии, там, в единичном случае, которое нельзя приобрести или нет возможности приобрести. Вот, в данном случае, какие документы, это договор услуг, акт сдачи, приемки услуг по договору и документ об оплате этой услуги. Соответственно, тоже платежное поручение, квитанция, кассовый чек или банк строгой отчетности. Командировочные расходы. В данном случае, имейте в виду, что в командировку могут быть отправлены только штатные сотрудники организации. И мы можем заложить командировочные только на них. на привлеченных сотрудников, вернее, работников в проект, не являющихся сотрудниками организации, все эти расходы, связанные с поездками куда-то, закладываются прямо в договор услуг или ГПХ, да, с этим человеком. Общие суммы. И, соответственно, с этой суммы мы должны будем, опять же, возместить, взять все налоги. Ну и все, что мы должны приложить к данному расходу, да, это проездные документы, это билеты, квитанции и так далее. Документы, подтверждающие получение сотрудникам суточных, ну, допустим, мы выдавали ему деньги на наличными средствами на вот эту командировку, то есть на покупку, допустим, тех же билетов, оплату гостиницы и оплату питания. Вот эти средства вам готовят авансовый отчет, вы должны предоставить опять же авансовый отчет и приложить все документы, подтверждающие эти расходы к авансовому отчету. Проживание в гостинице и так далее, и так далее. Ну, вот этот авансовый отчет, не знаю, будет он вам виден или нет, вот так, может быть, чуть получше. Плохо, да? Ну, там есть возможность у вас на экране сделать экран пошире, в верхнем правом углу, попробуйте, может быть, получится сделать, ну, согласна, что здесь не очень хорошо видно, но это опять же образец, вы можете загуглить его, вы можете его загуглить, ой, опять, загуглить его в интернете, и он вам выдаст, либо попросить бухгалтера, она вам даст, он двухсторонний, это просто с двух сторон вид, авансовая отчет, оплата товара или услуг, что необходимо будет приложить к, при покупке каких-либо товаров или услуг, если вы приобретали что-либо за наличный расчет, вы должны предоставить, приложить следующие документы, платежный документ, то есть, по которому производился, да, денежный обмен товарооборота, это квитанция, опять же, приходному кассовому ордеру, кассовый чек, товарный чек, либо план к строгой отчетности, ничего не изменилось, накладная или товарный чек, да, с номером, копия авансового отчета, если вам в организации выдавали или средства на наличные средства, или если бы по безналичному расчету, но здесь немного проще, то есть, платежное поручение, счет, счет фактура, если она используется в организации, накладная или актовый выполненных работ, ну и договор, соответственно, при его наличии, договор в том случае, если вы приобретаете, опять же, дорогостоящие оборудования с длительным сроком реализации, вернее, его эксплуатации, прошу прощения, вот, либо договор каких-то услуг, как мы уже говорили ранее, подтверждается актом выполненных работ. Вот этот приходный кассовый ордер, если вы вы даете деньги, вернее, у вас принимают деньги по приходному кассовому ордеру, он выглядит так, и вот эту квитанцию, и вот этот корешок, вот этот корешок у вас должен быть остаться на руках с печатью, печать желательно, чтобы была вот немножко вот так, заходила еще туда, чтобы было понятно, что существует все-таки основной документ. Это расходный кассовый ордер, образец, их тоже можно найти, все эти формы в интернете, либо всегда в бухгалтерии запросить, они все это знают, это на выдаче каких-то денег, если вы будете выдавать, допустим, денежные средства на руки своим нанятым сотрудникам и так далее. Товарный чек, здесь задерживаться не будем, это понятно всем. Расчетная ведомость, здесь совсем плохо, но вот, к сожалению, я просила у Елены Петровны, но, к сожалению, вот то, что есть на самом деле, но она примерно выглядит так. Вот здесь видите, что подпись директора, подпись бухгалтера, здесь начисление расчетной ведомости по заработной плате за октябрь определенного года. Вот, и здесь бухгалтерия, это взято из системы 1С бухгалтерия, поэтому, я думаю, сейчас в бухгалтерии у всех эта система стоит, в принципе, можно все это узнать, посмотреть. Так, да, да, конечно, все это отправлю, это все на самом деле есть у вас уже вместе с договором отправлено единые требования к отчетности, это все уже есть, это просто у меня сделана презентация, так вопрос о том, отправим мы вам это или нет. По транспортным расходам, вот здесь остановимся, чуть задержимся, потому что я, когда готовили мы договоры, я смотрела ваши бюджеты, и у некоторых, если вы заметили, если вы внимательно смотрели ваши бюджеты, договоры, я изменила некоторые статьи, которые были указаны как ГСМ, изменила на транспортные расходы, потому что просто чеки на бензин мы компенсировать вам не сможем, или принять к отчетности, даже если это юридическое лицо. В данном случае вы должны будете нам предоставить, в любом случае, если вы арендуете у кого-то, или едете там со знакомым, или едете даже со своим мужем, какую-то берете у него на своей машине, но при этом вам просто нужно заплатить за бензин, за эту дорогу, вы должны заключить с ним договор аренды транспорта с физическим лицом, без условного экипажа, скажем так, как это называется. То есть в договоре условия все формы договоров опять же у нас есть. Кому требуется, там многим потребуется, я точно знаю, поэтому пожалуйста напишите мне, всем отправлять не буду, чтобы не засорять опять же почту и информацию в почте. Поэтому кому требуется, я всем вышлю, вы мне напишите. То есть вы заключаете договор аренды транспорта с физическим лицом, в договоре прописывается номер наименования транспорта, марка, куда едете, в какой период. и условием договора является, что безвозмездно машина предоставляется безвозмездно, просто вам требуется оплата бензина. Все, и тогда вы прикладываете нам копию первичных документов, то есть чеки на бензин и соответственно договор и акт выполненных работ о том, что вам автомобиль был предоставлен, что вы его использовали в такой-то период и туда-то съездили. Если автомобиль находится на балансе организации, то есть он принадлежит организации, здесь чуть попроще, то здесь вы предоставляете нам чеки на бензин, свидетельство о регистрации транспортного средства, путевые листы и подтвержденные расходы на бензин по норме установленной законодательством Российской Федерации. Но на будущее имейте в виду, что ГСМ как правило не оплачивается, то есть транспортные расходы, это все относится к транспортным расходам. Призовой фонд. Ведомость выдачи призов подарков. Не пугайтесь, потому что у многих там тоже есть такая статья расходов, но как правило это очень мелкие призы. 250 рублей, то есть мелочь. На эти расходы ведомость составлять нужно. Ведомость в данном случае потребуется, если вы будете приобретать дорогостоящие призы стоимостью более 1000 рублей. Вот в данном случае вам потребуется сделать такую ведомость, кому вы выдали, заполнить, вписать туда данные, кому вы выдаёте эти призы и получить подпись о том, что они приз получили. Я не говорю о том, что вы должны это сделать публично при всех, когда вручили этот приз, вызываете на сцену, вручили приз, а потом давай к нам подпиши. Просто шепните на ушко, чтобы они не расходились, вам нужно будет потом просто владить формальные вопросы. и потом аккуратненько с ними в сторонке подпишите эти документы. Акт на списание материальных ценностей, соответственно, потому что вы в организацию приобретаете, да, организация, да, организация, да, организация приобретает эти подарки, соответственно, вам нужно их как-то списать, потому что вы их раздарили. Это имейте ввиду. Это всё, да, это всё нужно будет опять же документально подтвердить. Ну и банковские расходы, то есть если у вас заложены эти средства в бюджете проекта, можете приложить документы, подтверждающие так называемые выписками банка, где указывается сумма снятая с ваших счетов в различные проводки. Прикладываете соответственно сумму. Настя уже говорила, что запись будет вести, сейчас мы немножко поговорим, не расходимся, мы поговорим, быстренько пройдемся по содержательной отчетности, что еще хотела сказать по финансовой отчетности. Повторюсь еще раз, что юридические лица отчитываются нам, финансовый отчет предоставляют копии документов и расходуют средства со своих счетов, потому что мы переводим на расчетные счета инициативные группы, либо два варианта, либо вы тратите собственные средства и помимо того, как вы их потратили, приобрели товары, вы предоставляете нам оригиналы документов, подтверждающие эти расходы с запросом. Сейчас я попытаюсь вам еще показать форму, образец заявления на оплату расходов, как я уже говорила. Такая форма, форма опять же у нас есть, и это все инициативным группам я отправлю в комплекте документов. То есть, вместе с документами, оригиналами документов заполняете вот такую заявку, прикладываете документы и присылаете мне. Для начала в сканированном виде, следом почтой. в случае, если либо вы приходите в магазин, просите, чтобы вам выписали счет, счет выписываете на реквизиты центра гарант, которые у вас есть в договоре. Опять же, счет сопровождаете такой заявкой с просьбой оплатить этот счет в рамках такого-то договора инициативной группы. Мы его оплачиваем. Вы собираете опять же все оригиналы этих документов, счет, договор, какой там будет, если по договору это будет, накладная и прочее, сохраняете и потом в дальнейшем копии оставляете себе, а для отчета прикладываете оригиналы документов. То есть, вот два варианта. Либо есть еще третий вариант, но это тоже очень несколько муторно. То есть, вы приобретаете там часть товаров в этом месяце, запрашиваете у нас компенсацию, допустим, на 15 тысяч вы потратили из собственных средств, закупили, прикладываете нам оригиналы документы, пишете заявление, сопровождаете это заявление на оплату, присылаете нам, мы вам компенсируем. И следующие траты у вас планируются только через два месяца, допустим. Вот вы через два месяца опять же потратили остальные 15 тысяч или сколько-то, также заполняете заявление, прикладываете оригиналы документов и сопровождаете это заявление на оплату, отправляете нам, мы вам компенсируем. При этом не забывайте, что за вами все равно остается обязательство предоставить нам финансовый отчет. Поэтому я говорю, что вы должны сохранять себе копии этих документов и потом в дальнейшем прислать нам отчет финансовый с этими копиями документов. не пугайтесь, если есть вопросы, возникнут сложности, мы всегда на связи, готовы вам помочь в этом отношении, если что-то сейчас было непонятно, недопоняли, звоним, пишем, обязательно разбираемся и работаем спокойно, чтобы не было потом вот этой беготни, хватания за голову и потом в дальнейшем разбирательство по поводу того, что почему что-то, что же делать, что же делать, Настя говорит. Вот, это то, что касается финансовой отчетности. Если вдруг у вас вы наэкономили, ну вот там узнали, что проект поддержан фондом, что проект реализуется вот с такой социальной значимой темой старше поколения и так далее, и так далее, очень часто иногда бизнес-предприниматели можно выслать промежуточный финансовый отчет, высылать в электронном виде, промежуточный финансовый отчет можно высылать в электронном виде, потому что итоговый вам придется составить полностью на всю запрашиваемую сумму. Почему промежуточный финансовый отчет мы просим, сумма большая, ну, относительно большая, скажем так, да, и вот практика показывает, что даже вот из-за такой маленькой суммы, как правило, большая сумма, мы думаем о ней чаще, чем о такой небольшой сумме, хотя и 150 тысяч рублей довольно-таки, да, для некоторых это сумма, вот, и иногда мы забываем расходовать наши средства, и у нас они остаются, поэтому для контроля в том числе и для вас и для нас, чтобы вы держали руку на функции, как вы их расходуете, чтобы мы смотрели в крайнем случае как-то скорректировали наши дальнейшие действия, лучше сделать так, поэтому в принципе промежуточный финансовый отчет вы можете присылать в электронном виде, мне на почту. Так, о чем я говорила? Я говорила о том, что если вы на экономию или средств, что с ними сделать? Смотрите, в пределах 10% от каждой статьи, допустим, там у вас вот покупки дорогостоящего оборудования, там допустим 30 тысяч рублей стоило оно, да, у вас осталось там в пределах 10% от этой стоимости. Вы можете ее переместить на другие виды расхода в вашем бюджете самостоятельно, не запрашивая разрешение у нас. Если эта сумма превышает 10%, то вы пишите письмо, опять же, образец у меня есть, в комплекте я-то все в пакете вышлю, пишите письмо с разрешением, что вот у нас образовалась экономия по таким-то статьям в связи с тем-то и тем-то, поэтому просим вас разрешить использовать эти средства в рамках проекта вот на то-то и на то-то. То есть, да, все это делается оперативно, желательно делать это до того, как вы произвели расход или что-то купили на эти сэкономленные средства, потому что, опять же, если это будет, это может быть признано нецелевым расходованием средств, не дай бог, прецеденты уже были, и вам мы не сможем принять этот расход, и вам придется вернуть эти средства нам, а мы будем обязаны вернуть эти средства в фонд. Поэтому большая просьба очень внимательно к этому относиться, да, к расходованию средств. Поэтому будут вопросы обязательно. Так, только реестр в электронном виде. Нет, желательно прислать тогда уже и документы, подтверждающие расход в электронном виде, не только реестр. Так, теперь перейдем к содержательному отчету. Сейчас я попытаюсь его вам опять же показать на рабочем столе. Надеюсь, что у меня получится. Там будет немного отчетность. отчетность. Видишь, Настя? Банковские расходы. Банковские расходы. еще, да. Так, хорошо. Так, форма содержателя. Что-то на четвертый. Все, видно, да? Отлично. Не очень хорошо на лиге. Можете у себя на рабочем столе приблизить вам? Что взять больше? Ну, он уже так большой, но сейчас попробуем. Можно контрол зажать, покрутить колесу камышки. Ну, сейчас просто сделаем штаб побольше. Да? Ну, так вы его прокручивать придете? Буду прокручивать, да. Хорошо. Хорошо. Это титульный лист. Вот если вы видите, да, здесь написано промежуточный итоговый. Если вы будете заполнять промежуточный, соответственно, итоговый надо будет удалить, как вы понимаете, да? Здесь период, с какого по какой отчет. Период у вас, все даты указаны в договоре. Опять же, возвращаемся к нему. Договор у вас основной документ. Заполняем подробно, чтобы было понятно. Заполняем номер договора, дата окончания, проект и так далее инициативной группы. Что у нас здесь? Вот здесь у нас основная деятельность течения отчетного периода. Большая просьба. Очень часто путают информацию, которую вы посылаете Насте. Все, что касается информационного сопровождения вашего проекта, зачастую принимают за содержательный отчет. Это неверно, потому что вы, Насте, отправляете информацию по отдельным конкретным мероприятиям, чтобы это было освещено, ваша деятельность освещалась в СМИ, чтобы привлечь внимание к вашему проекту. А содержательная часть, это скорее аналитическая часть вашей работы по вашему проекту. То есть вы должны ее проанализировать, не просто описать мероприятие, которое вы провели, а проанализировать. Поэтому вот здесь тоже нужно отнестись с ответственностью к этому моменту и возможно опять же заносить и сюда свои замечания по метке по мере реализации вашего проекта. Вот основная деятельность в течение отчетного периода. Описание видов деятельности мероприятия. То есть запланированные мероприятия с указанием сроком, проведенные мероприятия. Здесь вот этим самым вы из этого информации я как руководитель или координатор данного конкурса проекта могу судить как у вас проходили мероприятия. Были ли какие-то задержки с запланированными сроками. Если они произошли эти задержки, то по каким причинам они произошли. Что соответственно вы должны будете указать в разделе в ход результата мероприятия. В ход результата мероприятия опять же не надо отписываться простыми фразами по типу как мы зачастую это бывает когда просто отписываются названия мероприятия. Что мероприятие прошло отлично, все были рады и довольны. Нет. То есть здесь имеется в виду аналитика. То есть совпало ли с вашими ожиданиями. то есть я не прошу вас писать на полстраницы эссе с содержанием с глубокой аналитикой. А основное то что вы то есть совпало ли ожидаемые результаты при проведении этого мероприятия. То есть какова цель была его изначально. Совпало ли какие задачи вы ставили перед собой проводя это мероприятие. Совпали ли они с вашими ожидаемыми или нет. Что в результате вы получили. какие результаты вы получили и так далее. Если у вас в ходе проекта выяснилось или потребовалось провести или вдруг у вас появилась необходимость провести какое-то дополнительное мероприятие по запросу потому что вы сработали с целевой аудиторией и у вас целевая аудитория вдруг изъявила желание или инициативу провести что-то еще дополнительное или попросила вас организовать и провести вот это можно занести сюда в раздел незапланированные мероприятия проведенные незапланированные мероприятия с указанием сроков и опять же аналитика ход и результаты мероприятия основные результаты проекта вот сюда вы переносите вот если вот здесь вот в этом разделе вход и результаты мероприятий вы указываете с качественными и количественными показателями результатов мероприятия то вот в этот раздел вы опять же переносите то что вы ожидали и то что у вас по факту получилось ну и небольшой такой аналитический опять же экскурс в то что у вас произошло почему это случилось либо не получилось либо получилось если не получилось почему если получилось то с каким эффектом и так далее и так далее ну и опять же незапланированные Результаты проекта, что возможно у вас вы ожидали одно, а у вас получилось абсолютно другое, или эффект получился другой, нежели вы ожидали. Либо вот вскрылись какие-то дополнительные моменты, факты и так далее и тому подобное, что вы хотели бы непосредственно отметить для нашего внимания и понимания. Ну и вот здесь количественные показатели, здесь только цифры, здесь аналитики нет. Вот этот раздел только цифры содержит, что приобретено, выделено на финансирование, укажите основные статьи расходов. То есть там, не знаю, приобретено, там такое-то оборудование создано для того-то, того-то. Я не знаю, что-то если вы делали своими руками, вы покупали какие-то расходные материалы, то расходные материалы для того-то, того-то, того-то. Что сделано, оборудовано, создано. Опять же, да, комментарий понятен. Я не знаю, сцена, комната эмоциональной разгрузки, сформировался клуб по интересам, там отремонтировали помещение под клуб для интересов и так далее. Что было издано в рамках данной проектной деятельности, в каком количестве? Буклеты, пособия, печатная продукция, я не знаю, сувенирка различная, может быть, и так далее, и так далее. Может быть, в рамках мастер-классов вы изготовили какие-то изделия, вот для, я не знаю, в дальнейшем вы использовали их для благотворительных каких-то акций. Вот тоже можно сюда указать. Методические материалы. То есть здесь именно методические материалы. То есть какая-то прямо методика описана, сделана в качестве издания, буклета и так далее. Вот если это есть, то указываем. Если нет, то просто пишем, что нет. Общее количество участников. То есть здесь пишем общую цифру, включая целевую группу, то есть целевую группу и косвенную группу. Целевая группа, к ней относятся непосредственно люди, для которых и на которых направлен эффект от нашего проекта. Косвенная группа – это все, кто опосредованно принимал участие в данном проекте. То есть это могут быть и административная группа нашего проекта, это привлеченные специалисты в проект. Это могут быть, я не знаю, родственники непосредственных участников, целевой аудитории, целевой группы. То есть все, кто опосредованно был задействован в рамках этого проекта, это будет относиться к косвенной. Вот в сумме вы должны указать только одну сумму, общее количество. А дальше вы уже их градуируете. То есть делаете некую статистические данные, вносите, развиваете их под группы. То есть каков возраст участников проекта указываете, какие конкретно группы населения принимали участие в проектах и их количественный состав. То есть вот у вас вот две дальше, ниже, которые указаны, какие группы населения, то есть сумма вот этих групп населения должна превышать общее количество участников проекта. Умите это в виду. Каких партнеров удалось привлечь в ходе выполнения проекта? То есть здесь вам нужно будет перечислить организации, может быть какие-то общественные группы, инициативные группы, которые подключились к вашему проекту. Может быть какие-то административные ресурсы у вас были подключены в ходе проекта, которые возможно и не планировались, а может быть и были заявлены в проекте. То есть всех партнеров указываем сюда. И обращаю внимание, что партнеры это те, с которыми вы сотрудничали на безвозмездной основе для достижения цели. То есть если, допустим, вы заплатили за аренду помещения у какого-то ДК, то есть вы ему заплатили за эту услугу, то как бы это не совсем партнерство, вы заплатили за эту услугу. А партнерство, когда на безвозмездной основе, они работают с вами, они вам предоставляют какие-то ресурсы, возможности, услуги на безвозмездной основе. То есть если вам какой-то, допустим, ДК предоставил помещение или оборудование на безвозмездной основе, то есть вот вы можете их указать как раз в этом разделе. Вот этот раздел, о котором я говорила вам при подготовке финансового отчета, какие дополнительные ресурсы были привлечены при выполнении проекта. Здесь вам нужно их будет указать, перевести в денежный эквивалент. Ну, допустим, вам предоставили опять же тоже помещение. Какая-то организация предоставила вам на безвозмездной основе помещение. Вы должны указать, что это за организация, какую услугу, товар или что-то еще она вам предоставила, и что это было, соответственно, за услуга или товар, перевести это в денежный эквивалент. То есть если бы вам пришлось за это заплатить, сколько бы вы за это заплатили, вот вы сюда указываете эту сумму. То есть тем самым мы с вами показываем, сколько средств или ресурсов мы привлекли в проект непосредственно, опосредованно, то есть не запрашивая организации. Это тоже очень важно, то есть это говорит о вашей активности, о вашей возможности договариваться, о вашем сотрудничестве, о вовлеченности в ваш проект местного сообщества и поддержке вашего проекта сообществом, в том числе администрации и прочее, прочее. Ну вот эта табличка, о которой говорила Настя, освещение проекта, наименование СМИ, дата публикации, заголовок и ссылками электронную публикацию. Здесь я тоже, если вы куда-то там репостнули или поставили какую-то информацию у вас на страничке, сделайте копию ссылки, запишите ее сразу сюда, что вот на страничке ВКонтакте, дату, что это была за публикация и вставьте сюда ссылку на эту публикацию. Поставили, сразу сюда вписали, поставили, сразу вписали, потому что иначе потом будет просто невероятно сложно найти все эти публикации и выцепить их из страниц в соцсетях и прочее, прочее. Ну и вот здесь, наверное, вот этот пятый раздел, наверное, для вас, возможно, будет самый сложный, но для нас самый ценный. Как повлиял проект вообще на решение заявленной проблемы? То есть изначально проблему, которую вы заявляли, пытались решить в рамках вашего проекта. Как повлиял он на местное сообщество? Как повлиял на вашу организацию, на ваших сотрудников и так далее, и так далее. Привести примеры, возможно, иногда приводят истории изменившей жизни. То есть кто-то приобретает навыки и начинает заниматься, там, те, кто участвовал в проекте, начинают заниматься собственным делом, то есть самозанятостью. Кто-то, возможно, приобретает какой-то навык, идет дальше, становится, я не знаю, там, тренером или так далее. Допустим, вот у нас был проект в Волокотской области несколько лет назад, когда группу пенсионеров обучили, как правильно, занимались с группой пенсионеров по фитнесам. И один из участников этого проекта в дальнейшем даже стал работать в фитнес-клубе тренером, фитнес-тренером. То есть вот это влияние, вот эти эффекты, здесь очень важно показать и рассказать о них. Ну, про отзывы Настя тоже говорила, вот здесь вы их можете вписать частично от руки, частично можете сослаться на приложение, если вы будете прикладывать копии отзывов. Указать, вот дальнейшее развитие проекта, то есть здесь бы тоже нам хотелось видеть и знать, как вы видите дальнейшее развитие проекта. И видите ли вы его вообще в дальнейшем развитии, то есть, возможно, это была какая-то одноразовая акция. Поэтому тоже здесь хотелось бы видеть некий развернутый ответ, а не просто фразу о том, что да, все было замечательно и проект, и проект, всем спасибо, всем свободно, проект будет продолжен, возможно. Вот здесь, да, хотелось бы нам все-таки увидеть от вас тоже некую рефлексию с вашей стороны. Ну, и приложения, да, что здесь могут быть приложены, фотографии, как уже говорила Настя, как минимум 10 фотографий, хорошего качества. Если у вас есть возможность пригласить фотографа, это будет замечательно, чтобы он сделал репортажные фотографии с ваших проектов, которые очень великолепно заходят и в соцсети, и в дальнейшем в отчеты. И будут очень замечательно иллюстрировать деятельность вашего проекта. Вот отзывы участников, программы семинаров, список участников, если это мастер-классы вы проводите, либо это будут какие-то обучающие семинары или курс обучающий. То есть вы обязательно должны собрать список участников, копии предоставляются к отчету. То есть мы должны понимать, что да, действительно, вот эти люди прошли обучение и получили определенные знания по определенной теме. Ну вот как бы и все, практически. Смотрите, Настя вам уже говорила по поводу того, что во всех пакет, пресс-кит, так называемый, пакет с логотипом конкурса, мы вам тоже, я в пакете со всеми документами отправлю, большая просьба не забывать на публичных мероприятиях говорить о том, что реализуется, да, так это называется, реализуется в рамках конкурса «Активное поколение», поддержан фондом Елены Геннадий Тимченко. Если вы это готовите и отправляете в какое-то информационное издание, возможно, что фразу фонд Елены Геннадий Тимченко могут не принять, поэтому оставляем только конкурс «Активное поколение». Потому что если мы пытаемся найти, а пытаемся найти не только мы, мониторим, но и представители фонда Тимченко, представители их пресс-службы, они мониторят все, что касается их конкурсов и упоминания об этих конкурсах, то это делается просто запросом в интернет-сети «Активное поколение» и выдается список всех публикаций или упоминаний об «Активном поколении», независимо от соцсети, где-то переписка и так далее, это все выходит. Поэтому большая просьба не забывать об этом и указывать. Если вы готовите какие-то печатные издания, буклеты, объявления, какие-то методички, я не знаю, что-то еще, но все, что касается печатной, то есть логотип и внизу фраза, она у вас указана в договоре, внимательно, если вы прочитаете и вы ее увидите, что при поддержке, при финансовой поддержке фонда Елены Геннадьевны Тимченко. Большая просьба это не забывать. Это наши некие аловерды и поклон организации, которая дает вам средства и возможность реализовать свои идеи, начинания и, возможно, какие-то, сделать свои успехи и так далее. Вот, ну, наверное, все с моей стороны. Поэтому, да, еще раз, пакет я сформирую со всеми формами и отправлю вам в рассылочку на электронную почту. При этом еще что хочу вам отметить. Настя уже говорила об этом, что всю переписку касаемую деятельности в рамках проектов желательно ввести, нежелательно, я настоятельно рекомендую вам ввести в почте, при этом соблюдать этику переписки. Большая просьба не отправлять письма просто без темы письма. Обязательно указывайте. А желательно вообще сохранять ее в течение всей переписки. То есть просто отвечать ответным письмом на присланное от меня. Я буду делать в то же время со своей стороны. То есть в теме письма указать, что активное поколение, проект такой-то и указать номер договора. Там, допустим, А24, В36 и так далее. Гораздо проще мне будет потом отыскать это ваше письмо в череде писем, которые приходят мне, потому что я работаю не только с конкурсом «Активное поколение», только в «Активном поколении» у меня 35 заявок. Сами понимаете, вы не одни. Поэтому, если без темы письма, письмо без темы письма, попадая в спам, я могу не заметить. Я иногда проверяю эту папку, но могу и забыть о ней. Поэтому большая просьба. Тема письма. Обязательно контакты, обратные контактные данные, чтобы я могла с вами, если что, оперативно связаться или по телефону. То есть не просто письмо, письмо никуда и ниоткуда, а к кому конкретно, по какому вопросу вы обращаетесь. И сохранять соответственную переписку, то есть из темы письма. Просто отвечаем на письма, которые приходят. Я со своей стороны, вы со своей стороны. То есть не надо делать новое письмо, а просто отвечаем, написаем кнопочку «Ответить», и оно уходит с той же темой, и вся переписка сохраняется в ленте. Поэтому огромное спасибо, что вы сегодня были с нами. Еще раз благодарю вас за то, что вы участвовали в вебинаре, за то, что вы участвовали в конкурсе. Поздравляю вас с победой еще раз и успехов. И обязательно звоните, если вопросы. Я думаю, что мы еще с вами встретимся. У нас запланирован ряд мероприятий, поэтому, вероятно, мы еще с вами встретимся, не только в Архангельске, но и в вас в территориях. Поэтому до новых встреч, до связи. Настя еще хотела что-то сказать передам. Да, микрофон у меня заработал. Тоже хотела всех поздравить еще раз с победой, и мы с удовольствием будем получать ваши письма. Возможно, что в ближайшее время будут какие-то запросы, потому что по другим конкурсам они уже идут. Очень прошу рассказать о старте своих проектов. Это очень важно. И буду рада письмам и рада вопросам. То есть, если есть какие-то вопросы, их можно задать. Мы с Татьяной Ивановной не звери. Не кусаемся, по большей части. Если что-то понадобится, тоже можете к нам обратиться. Все, всем до связи. Всем успехов. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok